I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки, диска Elysium и мы наконец-то можем приколупаться к этому окошку, которое здесь и оно теперь выделяется не желтым, а синим но у нас появился триггер, что здесь произошло на визуальный анализ у нас 83% давайте может быть мы как-то это повысим чтобы наверняка вот например вот это у нас есть на визуальный анализ что-то еще да вроде как а вот нет энциклопедия, ладно плюс один к визуальному, получаем 92, тоже хороший процент так что я думаю у нас все получается A1, B1, B2, B3, неплохо, такие расстановки золотой свет растворяется в синей стеклянной темноте твоего разума в этой темноте ты видишь два залитых светом силуэта мужчина и женщина на односпальной кровати паук с двумя сердцами какой они позе как сообщила свидетельница мужчина стоит на коленях женщина лежит на спине это ночь 4 марта и кто-то только что выстрелил ага вот треснувшее стекло мужчина смотрит на женщину возможно направление выстрела лучами сходится у него во рту и те линии берущие начало где-то в другом месте проходят через его мозг это его прикончило а где же начало? ага снаружи на крыше траектория А стекло растрескалось вокруг пулевого отверстия осколки смотрят внутрь словно корона за спиной этой женщины рассмотреть призрачные силуэты мужчина даже и не знает что пуля уже вошла в его мозг и никогда не узнает смерть приходит к быстрейшему сознанию изучить точку А на крыше луч выходящий изо рта мужчины раскрывается веером возможных траекторий которые сначала проходят через крышу пуля могла быть выпущена по любой из них траектории проходят через точку А также АН что делает ее наиболее вероятной позицией стрелка разве при этом снаружи не должно быть следов пороха? возможно они и были но их уничтожил дождь, слякоть и ветер это произошло больше недели назад то есть я на 80% уверен что стреляли с крыши на 72 стреляли из древнего оружия армейскими патронами например из винтовки Бель Маграф хорошее расстояние небольшое однако и не слишком маленькое преступник прицеливался прижавшись спиной к перилам или возможно стрелял с колена это объясняет почему потребовалось всего один выстрел потому что прицельно? хм здесь горел свет снаружи было темно это как стрелять по рыбе в аквариуме хорошо освещенном аквариуме жертва открыла рот пропустив пулю внутри и они не видели того что происходило снаружи в темноте были слишком заняты друг другом а мог ли стрелок находиться внутри самой комнаты стрелялись более близкого расстояния точка Х противоречит показаниям женщин и это полностью лишает смысла все предположения результаты расчетов были бы совершенно другими детектив есть какие нибудь аргументы против точки А расположенной на крыше? ты пока ни одного не нашел но это не значит что их нет могли ли стрелять из другой точки расположенной дальше? да с вероятностью 28% при таком раскладе действительно могли стрелять с более дальнего расстояния такую возможность нельзя исключать может нам стоит просчитать все возможные исходные точки в Мартинезе? увеличить радиус чтобы учесть все возможные точки в Мартинезе согласно имеющейся у тебя карте района выстрелы могли сделать с самых различных точек начиная с северного конца заброшенного пирса и заканчивая островок в заливе называемые его точкой эти точки траектории B я на самом деле очень сомневаюсь ну ладно может поточнее хорошо детектив пусть пирс будет B1 край земли B2 островок B3 между ними тоже могут быть небольшие зоны однако масштаб для них слишком мелок изучить точку B на пирсе ну это просто огромнейшее расстояние вы же понимаете или нет? расстояние 700 метров наиболее подходящая траектория вероятность выстрела 20% отсюда мог стрелять опытный снайпер у которого есть хорошая позиция даже при том что в комнате горел свет без военной подготовки тут не обойтись при такой дальности преступнику пришлось бы учитывать направление ветра и я про тоже чтоб так попасть край земли расстояние километр 200 метров вероятность наименьшая скажем 3% очень умелый снайпер справился бы стреляя например из палатки нет неправдоподобно островок на расстоянии километр как это у нас а ну это B вот это вот вот угу угу все я понял точка за грузовой зоной на островке в заливе форт разрушен но возможно преступнику удалось найти хорошее место на пляже вокруг форта где бетон крошится в море как ты видел в платный бинокль удачный выстрел оттуда был бы настоящим чудом вероятность 5% окно действительно просматривается из залива но угол обзора чрезвычайно мал между домами 10 и 33А на Рюде Сенгисленд угол стрельбы был бы очень неудобным да и непонятно вообще можно ли попасть на эти островки Кимик я думаю стреляющий мог находиться на крыше а дальше в Мартинезе где именно ну скажем b1 b2 b3 вижу вы уже хорошо вы уже все хорошо обдумали замечает он приподнимая бровь мы определили эти точки в дополнительной вы определили эти точки в дополнительной к точке на крыше какова она ожидает вероятность что стреляли с большого расстояния намного меньше чем вероятность выстрела с крыши но она есть хорошо ну что ж нужно пройтись по побережью и проверить не найдем ли мы там снайперские позиции или следов пороха исключить эти точки одну за другой а как мы на остров то попадем ну то есть как попасть на b1 и b2 я еще более-менее могу понять ладно так будет правильно пока мы ничего не нашли лично я буду придерживаться версии что стреляли с крыши в ее пользу говорит потайной проход через станции это просто предположение вот и мне кажется что проход через станции то что там кто-то был пару недель назад и тоже что об этом не знает гард слишком много чего складывается мне кажется что все таки эта версия наиболее вероятна ладно хорошо найдите рабочее оружие вот определите проверьте траекторию выстрела с края земли с пирса и с острова как я с острова то проверить я туда попасть не могу или погодите может быть я смогу попросить нашу подружку на яхте нас туда скатать ладно у нас есть буйок погодите погодите найдите буй где-то в тростнике на побережье к западу от пирса пирс у нас уже в двух местах фигурирует пирс поэтому мы обязательно туда идем и также у нас в церкви минуточку в церкви пойдемте-ка мы сейчас к памятнику нам сона сказала что она будет ждать нас возле памятника так тут у нас ничего не появилось новенького да ясно ясно ладно с этими ребятами мы уже поговорили карт я видел еще кое-что нет ничего не видел нужно поговорить с харди но пока что нет может быть чуть попозже перед сном или что-то такое посмотрим нам пока есть чем заняться вот этот забор почему у нас до сих пор желтым подсвечивается следы бла 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 отсюда ехал на своем этой карете прежде чем отсюда я уехал на своем этой карете прежде чем утопить ее в море неудивительно что управляющий так злился когда рассказывал как пройти во двор что ж показания показывает он здесь еще дыру в заборе вы открыли нам очень удобный проход к месту преступления думаю я все понял хорошо хорошо что ты все понял дружище блин не так жаль нашего горе сколько у нас поинтов а минуточку нам еще очки с визуального анализа нужно поменять на на что на эмпатию на логику может быть сон еще не здесь какие вмятины что я вижу похоже что какой-то предмет с огромной силой ударил в кирасу о волос сердце статуи пуля кто-то выстрелил ему в сердце любопытно лейтенант в короля стреляли потеряв очки он поднимает голову этого не вижу но поверю вам на слово что думаешь ну в мартинезе хватает пыльюх отверстия во время революции здесь было жарко но статую давно ремонтировали так что может быть это шутка кто-то упражнялся в стрельбе или по политическим заявлениям или это политическое заявление да упражнялся в стрельбе точно это король и вне устреляния да почему нет он пожимает плечами это говорит нам лишь о том что оружие здесь достаточно и что здесь до сих пор стреляют иногда королей он делает пометку в блокноте король возвышается над тобой откидывая взором залив безмолвный и безразличный к твоим находкам неплохо еще одну реплику на экспу нашли нормально мы подбираемся к уровню так нужно возьмите ответственность найдите функционирующий передатчик вернитесь в церковь а все таки в церковь хорошо потому что мне показалось что сон хотела ждать нас уже здесь когда мы найдем передатчик ну нет так нет на самом деле мне не проблема мы сейчас с вами сгоняем в церковь в церковь музыка шикарная здесь при том что я вырубил часть музыки из-за проблем с авторскими правами поставил фильтр только на разрешенную музыку и при всем при этом музыка даже та которая осталась она просто шикарнейшая здесь музыка 18.46 возможно мы что-то еще сегодня успеем надо подумать что нам делать с деньгами как нам их потратить я бы очень хотел бы взять игру в книжном магазине я бы очень хотел бы купить колонку и кроссовки интересно что там будет за колонка так же мне чертовски интересно что будет если купить светофор я думаю что этот светофор можно принести в клуб и сделать с ним что-то крутое но все это стоит дорого и на все мне денег не хватит поэтому надо хорошенько призадуматься о том что я хочу купить и как я вообще что хочу делать давайте сначала сюда купите книгу когда читаешь время летит да тут у нас все хорошо в клубе я нашел радиопередатчик очень хорошо давайте посмотрим я нашел вы все рядом с портом использовать вполне подходящий передатчик не самая передовая модель она поворачивается несколько людей откладывает передачу в сторону но по крайней мере кажется он полностью исправен да для нашей цели должен подойти никаких дополнительных комментариев не требуется полагаю это означает что мы можем приступать должна предупредить как только мы начнем собирать антенну назад пути не будет нужно будет довести процесс до конца никаких вторых шансов понятно это это что значит так что если вам нужно завершить какие-нибудь дела советую сначала разобраться с ними серьезно погодите вы эти говорили что нам потребуют какие-то источники энергии ах да я не знал как решить этот вопрос но потом обнаружил заброшенные источники энергии на краю залью очевидно она имеет ввиду твою полу полузатонувшую купри 40 иметь ввиду карету которую я утопил а да я заметил что она окрашена в полицейские цитата значит вы уже в курсе что карета восстановлению не подлежит ну а двигатель у нее расположен в задней части и вроде бы до сих пор исправен я намереваюсь протянуть кабель от двигателя к антенне конечно рано или поздно двигатель остановится но на связи с трекцом должно хватить какие именно дела мне нужно завершить вам виднее как минимум убедитесь что готовы к этому напряженному и сложному процессу как физически так и морально когда начнем прерваться будет уже нельзя по крайней мере раздобуду пару приличных перчаток обычно у радиоинженеров есть при себе спрейс с дорогущим раствором для очистки соединения антенны но на крайний случай сойдет и обычный нашатерный спирт эй всю работу там делает спирт ну теперь это не знать и наконец остается еще вопрос стимуляторов некоторые предпочитают иметь под рукой незаконные амфетамины чтобы иметь возможность повысить эффективность работы я к таким людям не отношусь но они существуют я стараюсь с ними дела с наркотиками злоупотреблять стимуляторами крайне безответственно вот я их не принимаю потому что меня после этого мутит но у всех свои причины я никого не осуждаю подождите мне нужно время на подготовку ладно возвращайтесь когда будете готовы погодите это такой явный я не знаю почему так возьмите ли получено 4 здесь царит полный беспорядок кто-то определенно должен что-нибудь с этим сделать однако для начала стоит сформировать комитет с другими морали чтобы остановить чтобы постановили чья это забота Вот, кстати, насчет ботинок Обеспечить отсутствие кима Он не одобрит Это будет чертовски сложно, так что не корите себя Если оторвете Если отправите тело на экспертизу Так и не разжившись этими ботинками Но я так и не разжился ботинками Ладно, я был бы не против Если бы эта штука ущезла Найдите рабочее оружие Руби Это поговорить с Харди Так, пойдемте на край земли Я не знаю Насколько это Давайте мы тогда в этой серии Займемся другими нашими делами А в начале следующей серии Возможно, займемся ответственностью Ловушка Вот, край земли Визуальный анализ Указывает ли хоть что-то На то, что здесь находилась Снайперская позиция Тут лишь какие-то обломки городских сооружений Пустая бутылка и полуразрушенная Вышка связи Нет, лейтенант Дважды и фрейтор Не могу вообразить, чтобы кто-то выстрелил Отсюда и попал Он смотрит на восточное побережье В номер в танцах в тряпье Может, преступник разводил здесь костер? Костер Костер Чтобы согреть руки, прежде чем взяться за оружие Возможно, но не мог развести Кто угодно Но его мог развести кто угодно В это время Годы костры на побережье Не редкость Он осматривается Хорошо Честно говоря, крайне неподходящая позиция для выстрела из винтовки С расстояния 1,2 километра Видимость остротительная От воды поднимается пар Думаю, можно исключить эту точку В двойной штрих Так кажется? Посмотреть в ту сторону У танца в тряпье Там на расстоянии 1,2 километра За холодными водами бухты Чем дальше, тем синее Еле виднеется крошечный прямоугольник На третьем этаже танца в тряпье Горит свет В бинокль можно было бы рассмотреть Как движется за стеклом силуэт Встроенной длинноногой девушки Она курит Пьет Радуется жизни Веселится Без тебя Ты ведь тут на промозглом ветру, верно? Детективом работаешь Что насчет окурков Этих-то указывает Убийца Курит И предпочитает Тиумутири А не Астру Или Друин Сюда окурки Эту марку обычно любят пожилые Тиумутири Бывшая ревошольская колония На Ильдмарте Почти всем Почти все население Составляет Ильдмарские Ореопагиты Их было 97% Это регион Знаменит Экспортом табака Поэтому сигареты Так и назывались Хочу знать об этом побольше Еще бы не хотел На этих окурках Изображена фигурка Мальчика в шапочке Сборщика табака Это официальный логотип Тиумутири Современные ревошольцы Предпочитают Друин Сигареты С местной табачной Смесью Из Произрастающих На Южных островах Так Или Астру Легендарные сигареты Из Града Тиумутири Любят пожилые люди За бумажный фильтр Огромное содержание Смолы И сладковатый Привкус Колониализма Халвы Может вышка По этой лестнице Не взобраться Да и зачем Там все равно Нет площадки Лейтенант смотрит вверх И поднимает воротник На вид действительно Очень шатко И ни к чему Она там Да Закончить с мыслью Я на самом деле Был уверен Что это не то Но За дополнительные опции Дают Экспу Поэтому В данном случае Я их прокладывал Экспа лишний не будет У нас Третий уровень Подходит здесь уже Так что я думаю Можно было бы Ловушки с саранчой Штобик Пойдем сейчас на пирс Получается Ладно Хотел я попытаться Открыть дверь И Вылезла у меня Вот такая штука Отсюда могли стрелять Отсюда По танцам Едва ли Он смотрит К юго-востоку Дышит на пальце Церковь мешает Эх Ладно Дверь закрыта Что б я Ладно Это Это какое-то проклятие Не знаю Я только что Еще раз пытался Ее взломать С процентом Двадцать восемь Очень хорошие шансы Сколько раз Я уже Ломал проверку На двадцати восьми процентах Ну типа взломал Правильно Здесь Просто какое-то проклятие Я не знаю Как это все происходит Черт побери Мне нужно еще откуда-то Взять одну технику Я бы с удовольствием Прокачал Но она у меня Вкинута на максимум У меня одиннадцать техники Там надо двадцать Чтобы эту штуку открыть То ли Это какой-то скрипт Который мне не дает Ничего сделать То ли Блин Ну это же Бред Ладно Давайте побалуемся с телефоном Когда у нас есть сейчас Немножечко денег дополнительных Поднимаешь трубку Слышный гудок Аппарат работает Я за него крайне рад Десять сентимов Набор Набор номера Набор номера продолжается Опять? Серьезно? Какой-то Кто-то Мужским голосом отвечает Алло Жерар слушает Привет Жерар Стройка говорят Ты Электросигнал Нет Вы Сама внезапность Супруга Позвейте Супругу Позвейте к телефону Привет Жерар Позвей к телефону Свою жену Пожалуйста Позвей Пожалуйста Телефон Элика Элика Тросигнала Что за дебильное имя Поменяй его Поменяй себе имя Супругу позови Кто? Кто это? Он кажется не понимает Это не важно Позови их к телефону Не заставляй меня ждать Это Пьер Позови их к телефону Не заставляй меня ждать Извините Это Пьер Ты что себе возомнил Что ты со мной Чтоб так со мной Разговаривать Голос Незамно становится Раздраженным Это чувак Который Имеет твою жену Жерар Теперь позови их к телефону Неиспытываемое терпение Геом Геом Лемиен объяснишь ты что происходит теперь в голосе лучше страх собеседник стране со трубки кричит бен подойди звуки 2 зачем он услышать двоих мужчину и женщину по имени бьян она разговаривает по вы на повышенных тонах слышатся шаги может детские сквозь завывающую трубку завывание в трубке можно различить женский голос сильным самарийским акцентом жерар жерар это шутка кто-то просто шутит снова раздаются крики мужчина совершенно точно несколько раз сказал а потом помехи станция становится оглушающей громкими будто волны бьются о скалы хватит уже просто прошутил постой жерар давай поговорим приятель давайте вот так ладно невозможно забрать ни единого слова слышен лишь гул голосов к ним присоединится еще один детский что-то разбилось или упало приближается звук шагов что-то ударяется телефон слышен хруст пластика микрофон начинает шипеть а потом связь обрывается хоть чертовы творите литя нас это время держал держался стороне теперь подходит ближе ты прав ким вышло ужасно не стоило мне этого делать вы правы совершенно не стоило уходим отсюда надоел этот телефон блин но я понимаю что в жизни это отвратительно тут для игры это было очень смешно ким надеюсь это никак не скажется на наш с тобой дружеские отношения прикиньте где-то потом так пирс далеко внизу тебя ждет только смерть метров 20 не меньше где погодите на этот тот пирс про который мне говорили до осмотреть тару но мы здесь уже все делали пока идти камыша нет не то вот это на побережье к западу от пирса где-то в тростнике есть буй хорошо проверьте траекторию выстрела в пирса ну вот я на пирсе но мне никаких мыслей не появляется по поводу выстрела или это какое-то что-то погодите сейчас посмотрим ладно я загрузился без телефонного звонка я не буду его делать это было весело это было хорошо но мне кажется это потом нам очень сильно аукнется испортит отношения с кимом или наш сам герой потом скажет типа ну тут настолько непредсказуемой ситуации иногда происходят что невозможно сказать как и что это будет так кстати у вас ничего новенького нету тут сказать до свидания что у нас недавиба в кимом погодите может быть выстрел с пирса имеется ввиду там где лодка там где яхта стоит с того пирса где-то здесь в камышах есть буй а вот он может это тот бы про который говорила классе может буек устройство из металла и пластика по качестве верхней среди шумящего тростника сперва тебе кажется что это какой-то хлам но если приглядеться это должно быть показывает а это должно быть показывает она старый объект тот самый буй про который говорила классе котором спрятан ее паспорт над проверить о тайник скандалы интриги холод воздух сухожилия разорваны шну шнуры удерживающий буй на месте еще немного и он уплывет в открытое море что держится по воде не оставляя следа тебе холодно как обычно давно кто это само великолепие черт возьми сейчас очень странно себя почувствовал не повезло что он до сих пор здесь еще немного и он был плыл вот так вот и больше никакого ответа он полностью поглощен устройством нам повезло что он до сих пор еще здесь да действительно согласны кивает лейтенант что же давайте посмотрим внутрь забрать буй ни к чему не привязан шнуры болтаются снизу разрезанные или разорванные ты без труда вынимаешь его из воды отмечай какой он легкий осмотреть на желтом пластике написано число 11 будет пробоводи не очень долго но краска уже выцвела и он скользкий от ила плечо к его корпусе закрыт на деле но еле движется хрупкий металл дверцы треснул простая конструкция очень ненадежная потрясти там что-то есть и она плещется понюхать пахнет ровно таким как и должно это концентрированный запах берега соль промышленные стоки и разложение открыть наружу выливается где-то стакан воды выпадает комок водорослей больше ничего ну вот документов нет как думаешь кто их мог забрать я думаю что их там и не было я думаю что она нам все наврала понятия не метр чат лейтенант напорившись ничего страшного но все равно знаем что что было в пуле или думаем кажется что знаем поджимать губы лейтенант как бы то ни было это след потеря надеюсь что это не так важно должно быть это сделали враги может классе их сама забрала может это как-то связано с крипто залогами их маленькой экспедиции по моему опыту криптидов как правило не интересует документов вздыхает он нам надо идти ты можешь ты можешь спросить вниз что она думает позже если будет время хотя есть сомневайся что она много тебе расскажет так так может классик сама забрала вполне возможно что действительно так надо за ней пересматривать он вздыхает ну здесь там больше ничего нечего делать идемте оставить буй мне кажется она нам врёт и я до сих пор сомневаюсь мы могли сделать огромнейшую ошибку что мы не арестовали она могу может быть сама по себе руби так что ладно насчет насчет пуя всем пирс давайте тогда сгоняем к пирсу который там в мартинезе ну основной я может быть нам про тот пирс говорили это вариант ловушки чертовы а я тут не пройду да еще зря сюда поперся тут до сих пор что-то желтая хотя мы тут уже все проходили ладно до свидания вещи которые выделяются желтым кажется они важны для мой чувак я думал ты уже давно свалил он с нами не хочет разговаривать больше мне кажется просто вещи выделены желтым они все еще важны как-то для сценария для дальнейшего погодите минутку не было у нас никаких новых диалогов здесь смысле не мысли ничего такого если не дает покоя что в одно из этих зданий можно как-то попасть я вроде как-то видел проходы или что-то такое тут совсем все не так чисто хорошо давайте двинем на пирс нам нужно технику увеличить хоть на один хоть на капельку хоть чуть-чуть но нам нужно поднять технику и попробовать все-таки разобраться с той двери она не дает мне покоя не знаю почему но вот просто бесит я хочу знать что там здесь тепло и уютно то что снаружи то но с девочкой мы же болтали к тому же ооо близнести на улице и братья агази она хмурится не хотят со мной играть не старшие играют на улице внезапно она проискается смеха не одинаковых иногда я не могу их различить не выглядит идентично правда же не то же самое сказал они выглядят и и и идентично она пытается произнести слова по затем начинается смеяться до свидания пока девочка мысль внутренней империи что это это что фазмид похоже на фазмиды у стены стоп а вдруг это как раз тот с удочкой на все раз ты не поведешься ты будешь смирно стоять и вглядываться пока не разберешь что это на самом деле за фазми подобное нечто ну ладно это не фазми ты даже не живое существо это просто кучу кочерга у камина но где-то при предвосхищение чудо дружище забыть про фазмида то есть про кочергу серьезно ты воспринял вот это за фазмида с этими фазмидами до психика у нас еще больше по моему начала ехать хорошо так я думаю если в бинокль посмотреть то мы можем увидеть остров так парни вы нам ничего не скажете может где-то кстати найти эти тупые не дети тупые такого говорить не буду некоторые дети в самом деле тупые но им я этого говорить не буду потому что возможно они не тупые мне нужно что-то найти на технику на технику на технику также у нас есть возможность купить бутылочку алкоголя сходить к дураку труду так возможно от него услышать какую-то историю интересную так тут точно ничего не точно ладно пойдем вот можно поговорить это можно поговорить с классе опять же по поводу того как она нас обманула но у меня почему таки такое сомнение что она в принципе будет в номере я думаю что она могла спокойно сбежать за это время вот это вот место точно больше ничего нет очень подозрительно ладно пойдемте очки которые вряд ли очки мне будут давать технику правильно возможно кроссовки которые он продает классно они будут давать технику электрохимия и восприять а минус восприятие плюс внутренняя империя нет это это мне не нужно самообладание тоже нет не нужна техника карл так хорошо ты нам так и не скажете твой дружбан делся мы даже его форму нашли 2 деда куда-то исчез мы вот тут вот очень давно не были ничего тут не могло появиться пакет в руки мусоркой не могу залезть хорошо пинокль погладить покачать головой заглянуть внутрь линзы настроить резкость мы все уже делали уйти вот этот бинокль бросить монетку это платный бинокль обращен на юг уже видал все секреты похоже морской форт погодите я сейчас готов бросить монетку двадцать пять монета с одной щелкает в прорезь внутри что-то щелкает потянут ручки заглянуть в окуляры заслонки поднимаются в окулярах ты видишь размытое пятно это мы в прошлый раз на это уже тоже смотрели да может быть стреляли оттуда и пули и полетела в окно со второй на втором этаже танца вот разве с такой расстояние можно это понять по моему вряд ли нельзя все детали расплываются и вытянули пар разбивающийся берег островка волны не облегчает задачу может быть мы можем говорите что 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 отец случайно кнопку просто нажал куна гори в аду так сюда я уже не попаду я никак заперта всем об узор выщербе над пуль на стене отдается у тебя боли в груди становится трудно дышать опять старинные следы пуль и мне меньше полувека на следе революции изучить внимательнее ты вглядываешься в стертые отметины в камне они вглядываются тебя в ответ бесконечный ряд крошечных черных дыр ты чувствуешь как по виску и стекает капелька пота спасибо блин когда смотришь на следы пульта чувствуешь вдруг как тебе словно клещами стиска стискивают грудь что-то приближается подбирать совсем близко дошать становится еще тяжелее вы в порядке вдруг раздается голос кицураги он как клинок разрубает ступор возвращая тебя к реальности что-то на секунду стало нехорошо наверное это последствия ваших прошлых эскапад на что вы смотрели эти следы от пуль выглядят точь-в-в-точь как те что мы видели раньше следы от пуль в принципе выглядят одинаково так что это объяснимо лейтенант склоняется к стене чтобы смотреть ее поближе но вы правы эти следы от пуль времен революции сколько же людей погибло в революции много по улицам текли реки крови над развалинами кружились оседая кружилась оседая пыль на последних этажах зданий уходящих вверх над тобой перед давлением от артериального огня разрывала людей на части мысль которая мне навредила нормально ладно у меня в принципе по хп по моральному духу все на все хорошо тут мы ничего нового не можем концептуализация 83 процента между прочим уже себе прокачали давайте почему почему смотрю на эту стену потому что и ты наконец-то ты видишь на стене изумительно это это стена изумительно взгляни как тени какие тени какие цвета пусть и эстетическое удовольствие проникнуть через зрачки мозг и породит в нем новые мысли все прочие стены должны совершать паломничество от других зданий и благослови благоговеть перед этим несравненным образцом стены строительного искусства под облупившийся краской лик божий еще о величайшие стен кем я должен расписать эту стену сделать ее еще красивее что похоже он очень устал от всего этого от наших закидонов да понимаю мазут в качестве краски у тебя уже есть он он же красный и кисть найдется у синди череп решено ким я понимаю что ты устал но взгляни еще раз на эту стену напитайся ее красотой эти нам действительно лейтенант неохотно переводит взгляд на стену затем снова на тебя краска есть на только кисть вздыхает затем сдается как скажете фига себе заданец и фига себе заданец и то спой в караоке то блин распиши оказывается стену а а как вам такое офигеть так кисть мне пожалуйста в студию так бабулька нам с тобой ничего обсудить не надо до свидания грым за старых и прст да вот наркотики повышают лимит но они вредны для здоровья наркотиками я заниматься явно не буду но я достиг лимита я в первый раз ладно дай мне пожалуйста кисть привет кисть пожалуйста зачем мне ремонт случайно скучно не необходимы занятия для моей мотокареты нас ждет работа на грядет апокалипсис я должен предупредить людей для искусства чтобы рисовать ну не но если для искусства но сильно прищуриться как искусстве речь честно говоря еще ничего не придумал но обязательно приду кругом все звездец какое ныло искусство необходимо чтобы жизнь стала терпимой просто дай мне кисть о велика великом искусстве элитным арт-делюкс самый искусственный с самым искусным из искусств самым авангардном так притормози песен прибивает на тебя ты понятия не имеешь до раз так никакой тебе кисти увидишь вы все увидите впадете в трепет концептуализацию а еще чего так погоди на концептуализацию я тебя сейчас про это и ты поворачиваешься и тебе в глаза стали причиниться ударять яркий свет что это свет откуда далекий закат прожектор на сцене вспышка фотоаппарата может вообще ниоткуда не в этом суть просто копу суперзвезде полагается надо прищуриваться на свет а потом идти раскрывать дела знаешь я сейчас слышал суперзвезда и коп в одном предложении понял как странно это звучит ну да да что глухой это же идеальное сочетание как политик рог звезда и учитель наркоман у тебя наконец есть возможность осуществить свою мечту стать суперзвездой тебя сформировалась неверное представление по мне я не суперзвезда я и не грязь так-то в последнее время очень упор нашел к этой славе ладно дать так ну да крутая грязная суперзвезда невезучий коп с не с ним сниму размер с необъятным размером салам роки пхай друг крутой диска коп на завод на взводе настало время окунуться в мир бредовых фантазий вперед камера свет мотор новая мысль суперзвезда какая-то внезапная вспышка в мире вокруг тебя замирает и ты вместе с ней узнаваемый стиль черный силуэт на фоне оранжевого растрового мира поехали новая мысль прикатила как-никак сколько у нас еще мысли так хорошо на что у нас там был триггер на я там не мог прокрутить поэтому мне пришлось откуда столько негатива концептуализация на концептуализацию у нас есть вещи я в этом уверен у нас был до пардонте была рубашка был где-то белый пиджак концептуализацию было еще что-то пакет от конвертного беру давайте вот так и в пяточку 58 блин она не проворачивается черт джойс откуда столько негатива до скорости и 5 пробуем с первого раза нормально отлично даже у тебя нет нужных навыков чтобы воплотить это в жизнь но сама идея позже да мне просто крышу сорвёт такой день я хочу создать очень подробный скелет древней птицы вымершие 100 миллионов лет назад она прищуривается а затем мы покрасить его красным мазутом а потом поджечь его к чертям ну что ж она шевелит губами поджечь шепчина по носу типа феникс ну что скажешь она сутулится и бросает на тебя мрачный взгляд идти нафиг вот что я думаю теперь не технических навыков для такого но я думаю тебе понравится моя идея так чем же проблема мне нравится твоя идея жаль что она не что жаль что она не пришла мне мне здесь такие конкуренты не нужны черт это оказалось слишком круто это несправедливо на синди искусство больше любого из нас тогда идти к своему чертому искусству и просить кисть у него извиняйте ошибочка полагаю мы перестарались концептуализация такой пардонте ты же взрослый человек офицер полиции зачем вообще пытаться произвести впечатление может попробуешь по-другому прошу прощения что приходится нарушить личное пространство но я пришел забрать твой кисть деточка я бы не отказалась от аэростата и миллионы мелкими купюрами что решительно и непоколебимо поставить оставить свой позиции нди я не иду пока ты не отдашь мне кисть смотрят на тебя с подозрением тебя есть дети ты чё сгоришь как самый грустный в мире папочка есть ну ладно бери мне все равно мазут кончился набросать кисти к твоим ногам спасибо 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 кисть ха ха одежда да чё нас там было визуальный анализ и броня так погодите почему эти инвентарь чтобы произвести впечатление на самого себя а черт с ним я похожу с этой штукой чтобы произвести впечатление на самого себя я не против то есть зачем тоже нам достался и зачем то там есть эта надпись и вообще знаете не все так просто выходим выходим ребят так как же нам на остров то забраться может мы сможем попросить реально дамочку на яхте нас отвести сейчас мы разберемся с искусством раз мы уже здесь кисть лежит твоей руке как заряженный револьвер это что что напишешь деспираду в голове у тебя с меняют друг друга самые разнообразные мысли пиктограмму обозначающую человека раны жив видите опять не проворачивается это баг который мне честно говоря не . под достал но не критично нафиг полицию я люблю куну мать всех стен затем что затем лежит здесь по давайте давайте вот это я просто не вижу те варианты которые были ниже к сожалению к огромнейшему так потерян предмет канистра ты высказался стена теперь будет беззвучно повторять твое послание миру еще лет 10 пока морской воздух не разъезд окончательно краску превратит ее очередной слой городской пыли очень поэтично одобрительный кивает лейтенант у него получи получается не очень искренне да настоящая поэзия ну что ж может вернемся к расследованию убийства я слышал нам надо раскрыть зверское преступление ладно не на не наругался на нас и то хорошо мне кажется все таки с того пирса он нам нужно было смотреть ну ладно я пока не уверен во всем этом вот то блин снеге ничего не могу поговорить я не знаю как попасть на остров так карта церковь теоретическое колесо обозрения головомер классе мусорный бак а зачем нету так 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 ладно остров и пирс с того пирса мне не удалось ничего выяснить с этого пирса кстати тоже почему мне не появилась мысль как мне добраться до острова а кстати поговорить с ней когда не будет идти снег это же сейчас с этим предстоит еще разобраться я не знаю как мне дальше продвинуться по тому заданию потому что с пирсом и с островом у нас проблемы я не знаю как на них посмотреть ну на пирсе я был физически а как насчет острова я даже не представляю пойдемте заодно спросим с ней с нее документах если она до сих пор здесь вообще с этим пирсом невозможно поговорить не забывайте отдыхать поговорить с новыми людьми я со всеми разговариваю вообще никого не упускаю ну так с мечом этим ходит блин прикольно это же какой-то скрытый триггер где-то будет ладно пойдем ну она еще здесь хорошо значит трепет идет дочь попробуй снова когда его не будет да чтоб тебя да нужно чтобы не было дождя ну чтобы не было снега я нашел бы в нем ничего не было и и глаза округляются о вы забрали документы нет конечно нет как я уже говорила мне все равно слишком опасно пользоваться этими документами и там не работодатель честно говоря их вообще стоило уничтожить на лице ни тени лжи лишь искренний испуг от их пропажи у меня странное чувство что ваши документы забрал неизвестные науки криптид так вот это на мгновение она задумывается а потом пожимает плечами откуда им знать где они я совершенно уверен что за мной никто не следил я никому кроме вас об этом не говорила вернемся к тому где вы сказали неправду 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 повторяется затем волкает непонятно что она хотела сказать так ладно трепет минус 2 надо чтобы не было вообще осадка спасибо блин это очень сложно чтобы в мартинезе не было осадков это очень сложно черт побери знаете что я думаю а крипто залогов я уже наверное не увижу да один заперся у себя в квартире а муж вот это вот он ушел я с ними уже не поговорю да могли они стырить ну пока копались в камышах случайно конечно абсолютно полностью да и она уехала мы в принципе потеряли все ниточки на хорошо птиц да ты вообще тряпочка так что ладно я погрел коси теперь мне нужно руби потому что на самом деле так 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 зачем он откидывается смотрит потому что на самом деле ваш лидер она отвечу прямо на следующий звено в цепи ведущей меня к убийце лили я не видел в нее я в в опиатном бреду слушает мне просто надо как то на кого то надо повесить зачем зачем подозреваешь что она убила жертву подозревает гражданская война это единственный способ не допустить не допустить ее раскрыть убийство а для этого нужно поговорить с руби вот так вот как по мне эту кучу дерьма хочешь повесить обы на кого и выбрал руби у меня такое у меня такой не прокатит руби один из нас одна из нас мы ее под морали под морали терновский каток не бросим ну нафиг и тебя нафиг педагог сраный выискался спохватившись он косится на тита и громила вздыхать руби пропала кто прячется от полиции ведущий расследование по делу об убийстве то становится подозреваемым так уж ты устроен и знаете сами заставьте тита рассказать ага пост условия канцелярская болтовня у тебя даже внятной гипотезы нет он скрещивает руки не хочу оказаться грубым но тут как бы немного отдыхаем не будет ли так не будете ли так любезны свалить отсюда нафиг логика думаю тит мы продолжим ошиваться здесь вы будете удивлены как быстро находится подтверждение гипотези если их искать сформулировать убедительную теорию объясняющую зачем руби могла это сделать видел подъем подъемник снаружи постановка как на сцене восстановил сцену преступления нашел старинную винтовку классе подсказала мотив нашел тайный ход плюс 3 кстати установил что руби торгует наркотиками столовую кафетерий внезапно озаряет таинственным светом это вспыхнула молния и в коре твоего головного головного мозга планы этажей траектории пуль сети человеческих чувств все сливается в одну мысль а почему я так уверена что руби сама его и не прикончила потому что она всю ночь была здесь с нами даааа он шьет белыми нитками чтобы ее упечь это ж прям азбука коповского дела она была здесь всю ночь интересуется татуиров интерес игнорирует эту ирону мужчину летиана с 23 30 до 0 15 и все это время а пила с нами вон там у сцены она показана сцену для караоке и в туалет не ходила нет он лжет сам же знает что это не так все эти 45 минут она была с вами нет ничего сам же знает что это не так ну ладно отходила она поссать отходила на минутку может выходила и наружу он ведет из фигуры не при она ведет из фуры непростое дело он указывает на перекресток и мы не будем снова обсуждать что это за дело коп оно наверное и к лучшему не сбивайся с ритма и если ее не было пять минут это не значит что она волшебным образом перелетела на крыше и пристрелила его он стучит по виску и прикидывает нереально он прикидывал он прикидывал то есть он сам тоже подозревал хорошо первый крючок зацепился в период вокруг вокруг убийства был момент когда никто не знал где находится руби это ключевой момент теперь давай поместим ее на крышу ты заставил его задуматься теперь не говори ничего странного помню все это еще можно испортить ты же согласен что стреляли с крыши так самбо могу забраться по стене как паук есть тайный ход ведущий с кухни прямо на крышу замечал подъемник блин ладно есть тайный ход ведущий с кухни прямо на крышу как он смотрится искренним любопытством через помещение которое кажется что когда-то было мастерской по ремонту пинбольных автоматов ммм говорят до гостиницы тут был зал автомат для пинбола как бишь он называется Тео пинбольный зал восточная дельта кашляет старик странное место разорилось ладно но мужчина оглядывается как она поднялась наверх в здании нет места нет места на на лестницу да и лифт если уж на то да и на лифт если уж на то пошло лифт находится снаружи здания это старый подъемник его использовали для транспортировки пинбольных автоматов в мастерскую и обратно классная мысль спасибо лейтенант доволен что точно помнит план этажа оттуда дверь прямо на крышу туда можно выйти Руби могла подняться застрелить его спуститься и все это заняло заняло меньше чем за 7 минут какая теория он оборачивается к жену парни надо взглянуть на тайный ход понятно босс как свалят законники мы с ангусом туда сходим это не грузовой лифт а подъемник может лучше я схожу вместо вместо ангуса типа цец он поворачивается к тебе тебе есть чем подкрепить свою мысль или это все установили твердо что у Руби мог быть доступ на крышу оттуда откуда застрелили жертву твердо твердо не бьется мог быть на крышу есть ход нам парням надо его проверить вот что вот что мы установили но ход изображает он пальцем пистолет башку людям не простреливает это делает пушка а Руби не ходит со стволом вторая фаза орудие убийство вложи в руки ствол если не получится хотя бы тень сомнений в форме ствола только не противорит самому себе если мысль не ведет к виновата Руби то может ее и не высказывать кстати правда я уже говорил с Руби что Руби торговала наркотиками могла и оружием так нет я проанализировал убившую его пулю она оболочечная показать старинную винтовку вот такие валяются по всему Мартинезу в местном ломбарде в местном ломбарде продали мой потерянный пистолет какой-то женщине может и нет пистолета я нашел вот на вид старинная бельмограф он берет винтовку разглядит возвращать тебя сломано где добыл под книжным есть подвал она там была спрятана с другими такими же 20 винтовок может 30 тит тоже сломаны и все это слишком и все же это слишком много и другие схроны тоже наверняка есть черт побери надо окончательно запечатать эту свалку ладно понял твою мысль у нас тут валяются пушки он качает головой черт я то думал мы нашли все старые схроны почему она еще там просто пропустили Руби про это место не знает босс знаю только копы копы копаются в дерьме чтобы нас дерьмом чтобы на нас дерьмом накапать так хорошо в местном ломбарде так 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 я проанализировал пулю она оболочечная и что пожимает плеча мужчина глядя на тебя это значит что стреляли из казнозарядной винтовки военной он поворачивается к тебе такой и даже ваших милицейских мартышек нет ответ он он не ждет это противоречит твоей гипотезе что стреляли с близкой дистанции откуда руби взять военное оружие ты только что показал ему казнозарядное ружье которое мог подобрать любой ребенок вот швабру старый ты мне показал но принято кивает он время добавить покажи пулю протянут пулю вот она пуля что прикончила 406 бельма граф используется тот же калибр блондин смотрит на грибовидную вестницу смерти в пакетике для улик и говорит да уж сучкой правда в оболочке 4 миллиметра о да черт побери он провожает глазами пакетик для улик возвращается к тебе как пакетик возвращается к тебе в карман это не доказательство возможно орудие убийства рядом с ней слишком близко к ней он прищуривается дотошности тебе не занимать признаю не противоречит себе все еще можно просрать только что на меня нам надо ее найти ладно кивает он продолжай говорить мне самому кое-что любопытно тит мы же не в серьезности сейчас обсуждаем правда он разве что со стула не скакивает руби бы так не поступило зачем ей так делать третья фаза мотив последний элемент гвоздь в крышку назовешь мотив и они отдадут ее тебе только не бесите ты это никогда не работает вопрос не почему она его убила почему она предложила покрыть убийство и у тебя конечно же об этом есть гипотеза можно просто покрывала себя тит вдумайтесь к чему вся эта операция столько усилий это же она придумала верно повешение вы согласились но предложила но предложила она мужичок щурит свои мелкие глазенки у нее же реально был прям готовый план прям водка спустилась с лестницей мутные ты серьезно классе просто хотела поговорить с девушкой вот и все поэтому так вышло что руби оказалась там первой будь первым я я мог бы придумать такой план время логической демонстрации эжан представим что ты убил человека он фыркает думайте вы его убиваете поднимаетесь стреляете спускаете ты предпочитаешь пойти под суд с друзьями группой людей сотворишь самосуд или один за убийство он молчит если она прикрывала собственные за счет серьезное нарушение кодекса харди босс и вот поэтому она так и не делала никогда бы не сделала блондин размахивает почему остальным то почему остальные то не защищают тупость какая-то тит глян тит выглядит мрачно когда она свалила бросив нас в этом дерьме я подумал о том же опа опа то есть полностью он ее не исключил и она еще и сбежала шикарно классе рассказал мне про руби и кое-что интересненькое да какое она принадлежит гомосексуальному подполью чего тут нужно говорить намного намного прямее по ходу руби в нее втюрилась она хотела с ней вот так вот прямее так прямее повисает гробовая тишина за прищуром его лавиной обрушивается костяшки домино картина наконец-то складывается да но толстяк не недоуменно смотрит на вас и застал они же обе девочки девочкам тоже иногда нравятся девочки ангус объясняет ким это один из таких случаев ей нравилось классе я сам в полном шоке он так уж она сказала она же своими придурками тусит не могли же вы не заподозрить это паранормальные вот вот это не могли конечно у руби яиц больше чем на птицеферме только полный идиот не мог наглядываться мужики я же не один это знал правда что знал он не верит своим ушам сперва он говорит что она его убила а теперь что она еще и в враге хорошо глен и сиськи тихоньки нравится больше чем тебе мискид улыбается тут все чуют куда дует ветер я знал я так и знал вот почему она не делала не дала мне на днюхи жарабаса она не дала тебе потому что тебе сорок а ты до сих пор с мамкой живешь теннис пожалуй разносится смешок нервный классе сказала что руби к ней подкатывала а она ее отвергла потом руби начала ей угрожать требовала чтобы она прекратила отношения с покойным гнойная тема громила трет подбородок но как раз такую фигню наша аранская мисс обычно несет чтобы прикрыть жопу он собирался на когда мы собирались она нам только что рассказала она боится руби вот и выложила ха ха что ж тут выбрать то ясно он смотрит в окно короче натуралка из руби как из меня балерина если вдуматься очевидно и как я раньше не заметил и это нормально кто натурал кто не очень харди берут все все независимо от этого он косится на глен но вот кто тянет лучшую срань личную срань в дела а потом босс трясет на головой нам же будет и нам же будешь и нами же будешь ее прикрывать но это же просто звездец если это правда он смотрит на мутно потом на тита но ведь нет так же когда классе спустилась руби будто знала что что-то случилось да не мужик просто руби такая хватка объяснять мужчины это ее фишка в этом она хороша и еще брат ну это ж типа как бы женская интуиция бабы баб понимают он косится на тита и нам бы совершенно не помешал бы в команде человек с которым он бы это говорил они бы говорили откровенно жену нужна в команде женщина чтобы они могли нормально работать иначе наверное сложно половина мартинеза женщины ага женская интуиция вот в чем дело ну конечно же жен или она знала что произошло поэтому сама его и убила не слишком ли не слишком то полезно тит смотрит на лина потомная жена твою за ногу блондин вперевается в свою хлебную тарелку на лице его написано настоящее мучение это больно больно даже от подозрения может она убила его чтобы перед тобой так то так тит ну ты же сам все видишь все сходится нам нужно с ней поговорить он послал насматривать зал старик в углу кивает едва заметный кивок и капля табачной слюны на губе да вижу он ставит пиво есть у меня еще один вопрос с тех пор как ты спросил где она если хочешь добавь его к своему списку подозрений я не знаю он странно улыбается не знаю куда она делась просто встала и ушла была очень напугана куда не сказала как бы я не давил с вопросами хочешь знать почему почему боялась что я скажу тебе он смотрит прямо в глаза и может правильно боялась сейчас бы уже сказал наверное она понимала что на нее указывают улики что мы их найдем типичное поведение подозреваем поэтому бегство всегда и усиливает подозрения может быть он снова смотрит в окно если найдешь спроси но это будет непросто уже она постаралась ладно ребят мы и так с вами засиделись давайте на этом заканчивать увидимся тогда в следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем пока да удачи а Субтитры подогнал «Симон»